В субботу, 19 ноября, в музейном центре Площадь мира, состоится мероприятие «Знания Маркет-2016». Это, между прочим, главный образовательный маркет Красноярска. Это событие для всех, кого интересует саморазвитие, новые актуальные навыки и знания. Ну а что же из себя будет представлять столь масштабные события, расскажут наши утренние гости. Организатор «Знания Маркет-2016» Кристина Алексеева, а также участница «Знания Маркет-2016» и организатор благотворительного проекта «Дом в горошек» Евгения Полянская и Ольга Каблукова. Доброе утро. Доброе утро, девушки. Кристина, первый вопрос к вам. Расскажите, какая программа запланирована на «Знания Маркет-2016»? Значит, программа нашего маркета будет выстроена следующим образом. У нас будет порядка 35 участников, которые будут располагаться на своих локациях, будут что-то показывать интересное, рассказывать. То есть от них будет какой-то еще определенный интерактив, можно какие-то тесты пройти, вопросы, выигры проиграть, за которые можно будет получить какие-то бонусы. Также помимо маркетных площадок, то есть как таковых участников, будут еще главные две лекционные площадки. На одной из них будут специалисты и также опытные преподаватели, которые будут у нас просвещать по теме детства, воспитания и образования. А вторая лекционная площадка будет, на которой будут различные психологи и коучи рассказывать, что это по теме личностного саморазвития, роста и эффективности. Ну, в таком ключе будет. А вот название «Знания Маркет», вот это само слово «Маркет», оно что под собой подразумевает, наверное, как-то? Да, «Маркет», то есть, как я уже говорила ранее, на маркетных площадках гости будут там какие-то проходить тесты, вопросы, какие-то игры, играть за это, могут получать какие-то бонусы, либо какие-то скидки на услуги, если такого будет. Вот что-то такое. Как-то обменивать их потом, получается. Да, да, то есть, какую-то выгоду, бонусы для себя получать. Ну, а сейчас уже можно отметить, какие локации обязательно нужно посетить? Вот, и обязательно посетить это, опять же, лекционные советы очень. Также у нас будет хорошая и обширная программа на площадке у всеми любимой Каменки. То есть, они готовят что-то такое интересное. Затем будут площадки от МЧС, которые будут показывать основы первой помощи. Затем площадки обучения иностранным языкам. А также, как прилагающие к ним, будут консультировать по вопросам образования за рубежом. Затем будут даже представители медицинской организации, которые будут рассказывать про вопросы здоровья, что обязательно нужно сделать, чтобы не болеть. Затем будут локации с настольными играми, какими-то поделками. Ну, и, соответственно, для детей тоже будет интересная художественная школа позднее. Насыщенная такая достаточно программа. Получается, целевая аудитория, все-таки мы говорим об образовании, это для, допустим, родителей и детей-школьников, или все-таки разбег достаточно большой? Разбег достаточно большой будет. То есть, будет локация и для малышей, и для их родителей, и для деток постарше, ну, соответственно, для взрослых в том числе. Ну, мы, конечно, не можем не отметить, что Евгений у нас сегодня находится в костюме. Это, видимо, костюм Белочки. Расскажите, что вы хотели показать этим перформансам? Вообще, вот эта Белочка, да, Белочка-клоун, это символ нашего проекта, наряду с домиком в горошек. Потому что наш проект можно в целом характеризовать как театр, который помогает. Если мы говорим о помощи внутри больниц, это школа больничной клоунады. И мы вот хотим запустить эту школу в начале следующего года. Мы объявили сбор денег с фондом Добро24.ру, и за две недели жертвователи дали нам всю сумму, которая нам была необходима, для нас тоже была эта неожиданность. И теперь на следующий этап мы набираем волонтеров. Мы предлагаем всем красноярцам, кто хочет, кто имеет в себе такую потребность, да, внутреннюю, душевную, быть больничным клоуном, обращаться к нам в нашу группу ВКонтакте «Дома горошек». Там есть анкета, ее нужно заполнить, и вот уже потом будем проходить собеседование. Ну, надо, чтобы понимали наши телезрители, рассказать, а что придется делать-то. Придется входить в больницы и помогать детям, помогать им с помощью клоунады, с помощью хорошего настроения, с помощью смеха. Но больничный клоун – это же не просто клоун, да? Что еще входит в обучение больничного клоуна? Помимо моделирования шаров, фокусов и так далее, да, это еще работа как психолога. Это еще и какие-то начальные медицинские навыки, знания. Это моделирование ситуаций каких-то непредсказуемых, потому что все-таки внутри больницы – это немножко другая, да, ситуация, чем где-то снаружи. И поэтому мы приглашаем специальных тренеров, которые уже опытные, которые уже пять лет этим занимаются, в том числе обучали несколько городов, которые нам и проведут этот тренинг, и могут, да, выпустить первый состав. Готовить к тому, чтобы они начали работать с больничным клоунатмом. Однозначно, обязательно. И будет подготовка, и будут стажировки. Костюмы. Достоянные стажировки. Конечно, и костюмы, конечно, будут. Все в горошек, все яркое, хорошее. Скажите, дело очень благое. А насколько, допустим, охотно идут с другой стороны, с медицинской части? Насколько они соглашаются? Потому что все равно, наверное, здесь есть какие-то свои особенности, там, посещение больниц, время. Конечно, конечно. Нет, все идут очень доброжелательно, естественно, потому что вообще больничная клоуната, она признана во всем мире, как средство... Даже фильмы снимают. Это, конечно, да, да. Уцелитель Адамс, если кому интересно, можете посмотреть фильм. Это основатель больничной клоунаты, очень интересный, очень интересный фильм. Многие звезды работают больничными клоунами всю жизнь. Да-да-да, конечно. И это помогает адаптации, выздоровлению, и это признано во всем мире, и медицинскими учреждениями в том числе, что это действительно помощь. Это, конечно, не инъекция, но это некий толчок, который может помочь именно в выздоровлении. Ну да, позитивный настрой у больного всегда ведет к поздоровлению. Конечно, конечно. Отсознание, да, это очень много... Ольга, а у вас что в руках такое? Я хочу рассказать про нашу локацию, которую мы будем делать в субботу. В субботу мы делаем большую, очень яркую, красивую фотозону, на которой можно прийти, сфотографироваться с нашими яркими белками. Вот в таких вот очень веселых масках. Ой, а можно я медвежонка примерю? Ой, пожалуйста. А ну, ты и сам, ты все лучше можешь. Ну, кроме этого, мы хотим рассказать жителям нашего города про наш проект. Мы хотим рассказать о том, что мы будем делать. Мы хотим рассказать об одной из части нашего проекта, это домики в горошек. Эти домики мы установим в различных магазинах, в центрах, и люди могут принести в них какие-то книжки, книжки, игры настольные, развивающие игры, которые мы в дальнейшем хотим передать в краевые и городские больницы. Потому что дети, помимо клоунов, ну, времени много проводят в больницах, я думаю, что книжки, какие-то такие развлечения, ну, тоже будут им помогать. Кроме того, мы приготовили вот такие небольшие сувениры, и каждый желающий может за любую сумму, которую он посчитает нужным, вот эту открытку от белочки получить. Поэтому приходите на нашу фотозону, мы будем рады всех видеть. То есть подходишь к белочке и меняешь? Да, любую сумму, которую человек посчитает нужным на наш проект пожертвовать. Да, там вот такой варежник, он оставляет, подходит к белке, но белка, соответственно, дарит ему такую открытку. Да, в таком случае. Какие у вас позитивные и веселые белки. Обязательно нужно будет прийти и посмотреть. Да. Скажите, ну а вообще вот знание, маркет, это такое значимое событие для нашего города? Я считаю, что все-таки одно из значимых является, потому что это как бы необычный формат просто выставки, где все пришли, поговорили и разошлись. То есть это какой-то более вовлеченный процесс, то есть требующий непосредственно участия каждого гостя, каждый, который сможет выбрать себе что-то по душе. Вот поэтому, соответственно, вы как бы, помимо того, что ты чем-то позанимаешься, ты узнаешь что-то новое, что-то выделишь для себя, ты можешь просветить в каких-то вопросах. Но уже как-то красноярцы встали и интересоваться мероприятием, может быть, какие-то звонки уже принимают или там спрашивают. Да, 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 то есть постоянно уже звонят, уже ближе к событию, все больше и больше хотят уже посетить. Идем всех в субботу с 11 до 18 часов в музейном центре Площадь Мира, Кидс. Вход свободный для всех будет. Вход свободный. Но я думаю, что и с детьми тоже можно приходить, потому что такие белки точно никого не оставят равнодушными. Само собой. Прибитечки будут бегать вокруг и фотографироваться постоянно. Это семейное, наверное, мероприятие. Лучше приходить всей семьей. Малышей самих, самых малышей приглашаете? Приглашаем, потому что... Для них найдется вот занятие. Я так понимаю, что взрослые получают обучение. Дети, которые маленько постарше, они тоже найдут себе применение. А вот самые малыши... Самых малышей можно будет водить с собой и фотографировать на различных фото-зонах. С фото-зонах, которых будет ни одна и ни две. Вот поэтому можно будет... А это, получается, весь будет музейный центр занят или только вот там первый этаж? Будет занято фойе, платформа первого этажа и следующее помещение после платформы на первом этаже. То есть прям как заходишь, сразу погружаешься в маркет. Да как, давай ходить по площадкам. Ну, я думаю, сейчас можно просто обратиться к нашим телезрителям, чтобы они действительно приходили и с вами, фотографировались, принимали участие. И, конечно же, про домик в горошек не забывали. И приносили и книги, как вы уже сказали, и настольные игры. Пожалуйста, вам слово. Мы все ждем, мы всех приглашаем. Мы обещаем, что вы уйдете оттуда с хорошим настроением и с новыми знаниями, как вы можете не только поучиться, но и применить какие-то свои знания, навыки, умения, которые сейчас у вас есть. Ну вот так. Спасибо вам большое, что презентовали нам сегодня знания марта 2016. Обязательно прийдем на это событие. Да, еще раз напомню, что 19 ноября с 11 до 18 часов в музейном центре Площадь и Мира вход свободный приглашает всех желающих. Но подробнее об этом нам рассказали Кристина Алексеева, организатор знания марки 2016. Евгения Полянская участница и Ольга Каблукова, также участница знания марки 2016. И еще и один из организаторов благотворительного проекта «Дом в горошек», который можно будет на площадке там в том числе увидеть. Спасибо вам большое. Спасибо. И удачного вам дня. Удачного.